Добрый день, друзья! Сегодня 20 мая и на улице дождь. Слышно, да? Шуршит. Невероятно, но факт. Было очень сухо, была засуха. Наверное, недели три не было дождей после половодия. И сейчас идёт дождь, он во благо, потому что то, что я успела посадить, все морковка, свекла и всё остальное, капуста, оно прекрасно стоит под дождиком. И хотя я их вчера поливала, но ничего страшного, зато не так быстро испарится. И сегодня я хочу показать, как восстанавливаются растения после мороза в теплице. Потому что очень много вопросов, очень много переживаний. Что делать? Пропала рассада? Что пересаживать, не пересаживать? Конечно же, всё зависит от той стадии, в которой, до какой пропала рассада. Вот у меня многострадальные кабачки. Я их показывала. Это многострадальные и в то же время знаменитые. Это кабачки кавели. Они самоопыляющиеся должны быть, но не факт. Во-первых, вот так вот отросли листья. Новые молодые листья отросли за неделю. На прошлой неделе я обрезала пропавшие листья. Вот они остались, эти черешки, далеко внизу. И вот за неделю сколько всего наросло. Поэтому, если кабачки обморозились, листья, но жива серединка, нечего страшного. Смотрите, прекрасно восстанавливаются. Более того, вот здесь уже есть кабачок. Кабачок, он опыленный. Что хочу сказать, если кабачки не опылять, какие бы самоопыляющиеся они не были, они не дают урожай, они загнивают. Вот так. Вот. Поэтому каждое утро берем женский цветочек и мужской цветочек. Мужской отрываем. И вот этой пыльцой, вот она тут, опыляем. Женский цветочек. Ну, женского у меня сейчас нет. Вот сюда. И тогда будут кабачки. То есть с кабачком все понятно. Он прекрасно восстановился. Переходим к помидорам. Самые тяжелые помидоры, самые сильно пострадавшие у меня был оранжевый земледелец. Вот он. Вот этот оранжевый земледелец. Вот эти вот листья у него были макушкой. Вот так они выглядят. То есть они даже сами листья немножко наросли. Я их не убираю, потому что они выполняют часть своих функций. Уже видно дефицит по магнию. Но об этом я сейчас скажу еще кое-что. Значит, вот он, оранжевый земледелец. И вот за неделю, за две недели точнее, у него доросла вот такая макушка. Наросли пасынки. Вот он, один пасынок я оставила. Все остальные до первой цветочной кисти я удаляю все пасынки, чтобы здесь у меня проветривалось. А после первой цветочной кисти, вот она, цветочная кисть. Я оставляю первый пасынок, который идет перед цветочной кистью. Он самый сильный на детерминатных сортах. На индетерминатных сортах я удаляю все пасынки. Потому что где бы там ни рос этот пасынок, мне второй ствол не нужен, потому что цветы на нем будут очень нескоро. На детерминатных сортах первый пасынок под первой цветочной кистью, он самый сильный. И потом я вообще растения не трогаю. Если внизу, от корня особенно, частенько появляются росточки от корня. Вот он, растет маленький. Вот его я убираю. Частенько я... Ага, вот тут он спрятался под клеенкой. Вот он какой вырос. Где? Давай, покажись людям. Вот он. Вот это я обязательно убираю, потому что здесь лес не нужен. В основном они легко отламываются. Все пасынки я убираю в первой половине дня, потому что нужно, чтобы они успели подсохнуть. Но вот сейчас я оборвала, а на листьях роса. То есть, в принципе, я так никогда не делаю. Потому что я сначала жду, чтобы высохла роса. Чтобы ни в коем случае место отрыва не загнило. Чтобы не было росы, но при этом в первой половине дня. Вот тогда я обрываю пасынки. И, наверное, это все-таки важно, потому что, ну, мои растения не болеют. Хотя нет, болеют. Но не от этого. Так, теперь. С пасынками разобрались. Все, что растение восстанавливается хорошо, помидорное. Разобрались. Вот еще кустик. Это индотерминатный сорт. Вот какие у него пасынки маленькие. Не буду сейчас обрывать, оборву попозже. Потому что все большие пасынки я вчера пообрывала. Вот видно листья, какие были, сильно пострадавшие. И вот новая макушка наросла. Ну, давай. Не хочешь показывать. Вот. То есть помидоры, если они тоже не превратились в полный кисель после морозов, то они восстанавливаются. Восстанавливаются из пасынков, нарастают пасынки. Восстанавливается макушка. Даже если она была совсем не кокушная, эта макушка, она все равно восстановилась. Это удивительно, но все растения хотят жить. Хочу показать. Вот у меня растение. Называется Beef Pink Brandy. Оно росло в большом вот таком пакете. от молока после пикировки. И вот на нем уже есть плодики. Так. Посадила, кстати, я его с маленькими плодами. При этом растение не тормозится. Вот. Если хватает питания, то помидор это сорняк. Вот он растет даже сильнее, чем нужно. Потому что пасынков я вчера нарвала целый таз. За неделю. Вот индотерминатный сорт, которого я упустила пасынок. Хочу показать. Вот. Индотерминатный сорт. Вот первая цветочная кисть. Вот пошел пасынок под цветочной кистью. И такой большой, что его жалко уже обрывать. Смотрите, какой он длинный. И казалось бы, здесь уже бутоны. Да? Вот сейчас он, кажется, вот-вот зацветет. Ага. Нет. Он еще вырастет еще такой же. Еще такой же. И потом, может быть, соизволит зацвести. И вот тоже индотерминатный сорт. Вот у него растет цветочная кисть. Вот первый пасынок под цветочной кистью. И вот длинный, 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 который же даже уже обгоняет центральный стебель. Ну, по крайней мере, вровень. Ой, роса, конечно. И вот они бутоны. Казалось, вот сейчас они зацветут. Нет, не зацветут. Он тоже вырастет еще 2-3 раза. По столько же. И потом только начнет цвести. А сейчас покажу детерминатный кустик. Так, где у нас тут детерминатные кустики? Чтобы их показать. Вот. Вот, тот же самый помидор Бифпинг Брэнди. Да, смотри, смотрим. Вот идет пасынок из-под цветочной кисти. И вот они, бутоны цветут. И вот бутоны цветут. Вот он идет тоже. А, вот тут я оборвала вчера. Вот он. Вот пасынок из-под цветочной кисти. Я вчера пообрывала все пасынки. Толком показать нечего. Ну, в общем, вот этот пасынок из-под цветочной кисти, он очень быстро начинает цвести на детерминатных сортах. Вот он, нашелся, наконец-то. Вот. Вот одна цветочная кисть. Вот основной стебель. А вот вторая, пасынок получается. И от него цветочная кисть тоже уже цветет. То есть, дерминатные сорта, на них видно, что бутоны очень быстро раскрываются. Не тянется этот пасынок. Так, ну это опять-таки я ушла в сторону. Возвращаемся к следующим сортам. Так, кабачки восстанавливаются. Помидоры восстанавливаются. И сейчас посмотрим, как чувствуют себя огурцы. Так, вот они огурцы. Вот они рядочек. Две недели от заморозков. Все помнят, какие были вот эти огурцы. Это было, даже не знаю, с чем сравнить. Это был фактически, ну, он был сильно пострадавший. Этот огурец. У него пошли пасынки. Вот раз пасынок, два пасынок, два сильных. И вот там еще небольшой. Вот она верхушка, она завершковалась. Вверх растение не пошло. Не хочет больше расти, но пошли хорошо пасынки. Вот точно такая же ситуация. Получается, что огурцы тоже хорошо восстановились. Вот здесь уже видны бутончики. Маленькие, но бутончики. Маленькие огурчики, а пупушки. То есть, если огурец полностью не замерз, если есть из чего нарастить пасынок, вот он наращивает. Я в прошлый выходной посадила семечко. Три семечка, думаю, ну, посажу вместо вот этих, которые у меня совсем-совсем-совсем пропали. И я вижу, что за неделю огурцы просто ожили. Да, большую роль играет вот эта пленка. Потому что на момент заморозков она сохранила тепло в почве. И огурцы, при том, что верхушки у них пропали, то корешки у них под землей продолжали активно работать. И из-за этого они вытянули вверх растение. Вот здесь вот у меня ближе было к вечной свечке. И здесь растение выглядит вот так. И кто мне скажет, что не сажайте так рано, потом бегаете, страдаете? Да, бегаю, страдаю. Но я же не просто так их сажаю. Я сажаю, чтобы получить вот это. Вот они. Вот они, красавцы. Вот он. То есть мы отсюда уже сняли несколько огурчиков. Настоящих, вкусных, свежих своих огурчиков. И вот именно это. О, вот еще помидор, кстати. Вот он, но этот еще маленький. И это же такое счастье, когда ты срываешь свой огурец, когда ты его ешь. Он такой хрустящий, вкусный. Ну, именно для этого я и сажаю. Я не знаю, для чего сажать тот и другой. Но я сажаю именно для этого. Восстанавливаются кабачки, помидоры, о, шумит, и огурцы. Восстановились, вопросов нет. Виноград цветет и пахнет. Точнее, еще не цветет. Но кисти вот такие шикарные. Тут, конечно, еще слишком густо. Но зацветет, отсветет. Посмотрю, что опылится. И тогда буду как-то прореживать. Может быть, листики лишние уберу. Веточки вот эти разведу. Лозы, точнее. Разберемся. И что у меня в этой теплице плохо перетерпело мороз. Вот, кстати, базилик. Южное растение. Еще до сих пор сидит в стаканчиках. Хоть и сидит в стаканчиках, но чувствует себя хорошо. Что плохо перенесло мороз? До сих пор не восстановились арбузы. Прошло две недели. По ним вообще не видно, что они собираются восстанавливаться. Вот снизу нарастают пасынки. Вот он продолжает активно цвести. Не хотят арбузы восстанавливаться. У меня есть на замену. Вот этот арбуз был ближе к вечной свечке. Вот он как-то еще расправил листики. Вон моя замена сидит в пакете. Вот. Арбузы, которые попали под... Вот, видно, попал под заморозок. Вот. Этот обморозился. У него идет верхушечка, идут низушечки. Но настолько слабенько все это идет. То есть арбузы, хоть и привитые на лагинарию, очень тяжело пережили мороз. Так, а вот здесь у меня было все закрыто, а кто-то взял и открыл. И получилась вот такая дырка. Вот она, дыреха. Вот она. И я этого не обнаружила вчера. Сейчас прикрою их этого полиэтиленом. Так, вот так выглядит растение через две недели после заморозков. В этой теплице пострадали арбузы. Посмотрим, что будет с ними дальше. Мне самое интересное. Вот, вот так они страшненько выглядят. И тем не менее, я все равно не хочу их пересаживать. Тем не менее, я все равно надеюсь на то, что они вытянут. Что корни, которые вот там живы, корни от лагинария, что они вытянут растения. Вот, кстати, этот расправил листики. А вот рядом не расправил. Пытается завязать арбузик. Да, если бы не было этого мороза, уже были бы завязи арбузов. Но я сейчас покажу, что у меня в другой теплице. Перебежала короткими перебежками, потому что дождь. Перебежала. Вот так выглядит вторая теплица. Что здесь? Восстановилась, не восстановилась. Очень плохо восстанавливается киви. Вот. И прекрасно восстанавливается редиска около него. Ну, так. Вот у меня какие появились жители. Вот они. Вот это самая большая проблема моей теплицы. Да и не только теплицы. Вот он. Он нажрался, и он отпадает. Вот он. Ай, нехорошее это создание. И ползают они под дынем. Хотя у дыни. А потом я буду думать, ой, наверное, болезнь какое-то пятнышко. Боже, сколько их тут ползает. Ладно, сейчас не об этом. Вот так они сожрали мою пекинскую капусту, которая, кстати, начинает белковаться. Смотрите, у нее появляются кочанчики. Надо, наверное, обрезать большие листья, крайние, потому что они мешают дыням. Вот с той стороны. С этой не мешают. Так. Лучше всего урожай у нас... О, зацвел горох. Это был сидират. Это была редька масличная сидират. И здесь растет. Если я выдерну, вчера у меня это не получилось. Ох, вот такое чудо овощ. Это редиска. Я такую раньше не встречала. Но, тем не менее, очень попробовали вчера. Очень вкусная, сочная. Вот так растет петрушка. Ну, в общем, что я все о том, что и так перезимовала. Да, вот тут растет. Тут я посадила эксибишн, потому что хочу вырастить свои семена. Потому что покупные семена год на год не приходится. В этом году попались очень хорошие. Весь эксибишн зашел прекрасно. В прошлом году эксибишн у меня не было. Так, ну, точнее, был. Но я его сажала раз пять, наверное. Так. Баклажаны выглядят вот так. За две недели они не наросли так сильно, как кабачки. И даже как помидоры. Но, тем не менее, вот они, баклажанчики. Вот этот пытается цвести упорно. Вот. Дан еще один цветочек. И вот, не знаю. Не хотят расти. Хотя выглядит, конечно, неплохо, но сильно расти не хотят. Вот с другой стороны сейчас покажу. Вот этот первый, он вообще страдалец. Но ему совсем плохо. Скорее всего, там опять мышь. Я вчера копала, вот тут около теплицы. Там дырка на дырке, дырка и погоняет. У меня стоят мышеловки. Ни одна мышь не ловится. Причем, сожрали колбасу, которую ей положили. Да, баклажаны вот начали цвести. В этот раз уже больше цветов. Вот так выглядит фицефалия. Она значительно наросла. У нее пошли сильные боковые пасынки. Она уже обгоняет подвой фера, который собирается вот тут вот желтеть. Но не просто так желтеет. Вот однозначно там сидят мышь. Я в этом году не клала органику. Но мышь все равно приползла, потому что здесь плодородная почва, много червяков. Мыши, землеройки. Я их не вижу. Я не знаю, кто там под землей. Я вижу только их ходы. Если кто-то знает, может быть, можно как-то их выкурить. Может быть, можно какой-то... Вот стоит мышеловка. Не реагируют они совершенно на это. На эти мышеловки. Это поработали слизни. Вот сколько их отходов. Хоть бы эти мыши слизни ели, что ли. Но не едят. Так. И хочу, конечно же, показать, как восстановились дыни. Вот это то, чего я не ожидала от слова совсем. Дыни на этой грядке меня радуют. Вот такие огромные растения выросли. Они все у меня практически привитые. все, кроме одной. Сейчас я ее покажу. Я ее сегодня пересажу. Вот это дыня. Непривитая. Почувствуйте разницу, называется. Рядом дыни. Привитые. Да? Есть разница. Может быть, совпало. Я одну посадила для эксперимента, непривитую. Вот она такая. Вот эта дыня меня поражает больше всего. Это дыня карера. У нее вот такой растет подвой. И я его даже пока не убираю, потому что у нее самая мощная плеть. Ну, одна из самых мощных. И вчера где-то здесь вот он появился первый женский цветочек. Это просто невероятно. Я его вчера опылила. Не знаю, опылиться он или нет. Будет тут зависть или нет. Но сам факт, 20 мая появился первый женский цветочек. Я не хвастаюсь. Я никого не... Ой. Никого не призываю делать так же. Я просто показываю. Ну, правда же, это просто прекрасно. Да, кстати, вот идет пасынок второго порядка. Вот он растет. Вот пасынок третьего порядка. Первое междоузлие женский цветок. На некоторых сортах еще бывает женский цветок на втором междоузлии. Вот, кстати, он здесь есть. Дальше будет расти. Я уже показывала много раз. Просто плеть. Смотрите, вот еще один женский цветочек. Какая прелесть. Моя ты лапочка. Вот. И дальше уже не будет женских цветков. Дальше, чтобы не было леса, можно смело его прищипывать. Если плодик завязался, для его питания я оставляю там 3-5 сколько есть места листиков. А так можно прищипывать. А на побеге второго порядка растут только пустоцветы. Точнее, мужские цветы. Ну, вообще, второй плодик. Ой, наверное, завтра зацветет. Так. Так что самые чудно восстанавливающиеся растения оказались дыни. А вот какая дыня интересная. Она совсем не хочет свести. По-моему, это торпеда. Вот на ней нет ни одного бутона. Ни мужского, ни женского. Интересно. Она вообще будет давать плоды. Вот. Ой, дождик перестал шуршать. Наверное, пора идти на полевые работы. Птички запели. Вообще, на сегодня солнышко обещали. Откуда взялся дождик, не знаю. Но спасибо ему большое. Можно будет кое-что не поливать. Так что всем хороших урожаев, всем хорошего настроения. Советую. Советую. Не советую, конечно, но пусть у всех будут хорошие урожаи. И пусть каждый делает то, что ему нравится. И пусть это то, что ему нравится. Ой, обязательно получается. Вот. И у меня пусть получится хороший урожай. А я пошла собирать гостей, потому что они сейчас сожжут всю мою пекинскую капусту. Непрошенных гостей. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok